это оба меда с моей пасеки видно что это чуть потемнее а этот светленький этот как бы с небольшой краснотой а этот классический янтарный ну и как же так получилось хочу рассказать я приготовил небольшой план захвата разных медов сейчас я попытаюсь объяснить как же как же так вышло у меня есть улей и вот его жизненный путь за активный период сезона это месяца активного периода апрель май июнь июль и август в апреле начинает таять снег становится чуть теплее появляются первые цветочки и где-то к концу апреля начинает цвести ива потом начинается мать и мачеха потом подтягивается клён ветреница еще раньше начинает свести у нас ольха и вот это в этом периоде это семейка начинает набирать как бы массу пчелину пчел становится с каждым днем все больше и больше вот и где-то к середине мая семейка уже становится такой большой что я могу на него поставить второй этажик из середины мая примерно чел и начинают уже складывать мед для меня для пчеловода и дальше поехали июнь июль и август то есть получается вот в этот мед попадает мед за практически все лето с мая с июня с июля и с августа и этот мед получается получился у меня в этом году темный тот который чуть темнее красненький а что же со светлым медом и у меня есть второй улей у которого и был светлый мед и вот его жизненный путь он чуть короче май даже не целый май июнь июль и август в апреле этого улья еще даже не существует откуда он берется а вот из этого берется когда пчел вот этих вот в середине мая вот в этом месте стало очень много я могу себе позволить небольшой кусочек пчел на рамках взять и посадить в другой ульек и получается уже другая маленькая семейка их как бы становится две то есть вот эта семья мне дала вторую но еще это очень маленькая и вот тут они начинают собирать мед пчелы всегда собирают мед несут его себе в улей но пока что мне они его в запас не складывают этот весь мед расходуется на саму семью пчелок становится больше личиночки появляются все это дело нужно кормить и весь этот мед который они вначале несут поступает только на корм пчелам но зато где-то в начале июля ну пускай в середине июля когда становится очень тепло цветов становится очень много и этих пчел уже в это время стало много и пчеловод ставит второй корпус и уже середины июля сюда начинает поступать мед для меня и получается что вот этот мед который светильники он вот за этот период лета как бы за вторую часть за июль и за август то есть темный мед у меня за весь период лета даже с весны май июнь июль и август а вот этот светленький мед он только лишь за июль и за август так что так может получиться два меда один чуть потемнее но это у меня так вышло а другой чуть посветлее ну и чтобы свои слова подтвердить наглядно есть вот такие рамочки я думаю что вы уже все знаете что сверху находится самый ранний мед а снизу мед который пчелы приносят попозже и вот так вот на свет очень хорошо видно что сверху темный мед он такой даже как бы с краснотой как раз таки тот который у меня в первом улье и вот получается что за первую часть лета вот он здесь находится он темненький а за пользу часть лета он вот такой светлый то есть поздний мед в моей местности он светлее ну еще вторая такая же рамочка она тоже этого года тут еще пчелки не выводились поэтому я могу более чисто оценить потому что в других в темных рамочках так не увидеть то же самое мед с краснотой а снизу светленький мед у меня есть немного другие рамочки сейчас я покажу на свет ставим так вот но видно что она в отличие от тех рамочек которые снизу прям без такого красного меда то есть он она чисто вся светлая и вот если я вот мед с этой рамочки скачаю отдельно то вот он как раз таки получится светлым и вот так у меня получилось в этом году что один мёд чуть потемнее а другой светлый и вот этот светлый мед за вторую часть лета но некоторые баночки у меня есть вот такие интересные сверху светлый а снизу темный я когда наливаю я этого не вижу потому что в больших ведрах он визуально то одинаковый а вот в прозрачном ведре на свет смотришь и вот такие всякие интересные штуки появляются